Наказание еретика Ария Между тем, Церковь Христову, освобожденную от неистового гонения язычников, ждало новое испытание. На нее обрушилась ересь Ария. Нечестивый еретик дерзнул отвергать божество Сына Божия. Став императором, Константин Великий проявлял попечение о своих подданных христианах. Он решил созвать епископов со всех пределов Римской империи. Для восстановления мира в Церкви Христовой повелеваю епископам моей всемирной монархии собраться на Первый Вселенский собор в городе Никея в 325 году по Рождестве Христове разнесли гонцы по всему свету. На Вселенский собор приехало 318 епископов. Такой огромной была уже в те времена Церковь. Приехал на собор и архиепископ Мирликийский Николай. На соборе великие отцы Церкви утвердили очень важное для всех христиан установление – символ веры, строгое и краткое изложение христианской веры. Учение еретика Ария, долго смущавшее всю Церковь, было отвергнуто и торжественно предано Анафеме. Арий громогласно пытался отстаивать свое богопротивное учение. Святой Николай, всегда кроткий и смиренный, на этот раз не вытерпел изрыгаемых арием хуленей на Господа нашего Иисуса Христа. Одушевленный, подобно пророку Иии, ревностью к Богу, он с великим дерзновением посрамил еретика не только словом, но и делом, ударив того по щеке. Отцы собора осудили святителя Николая за этот поступок. Он был лишен архиерейского сана и посажен в темницу. Вскоре пред очами епископов было явлено божественное видение. Господь наш Иисус Христос подал своему избраннику Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него амафор. Уразумев, что дерзновение святителя было угодно Богу, епископы Вселенского собора почтили святого Николая как великого угодника Божия. Продолжение следует...